Бульдозер все стерпит. В Перми сегодня уничтожали яблоки, качество которых не мог подтвердить ни один документ. Запретный плод сладок, но не для пермских таможенников. В этом убедилась Лариса Стрельникова. Это яблоко Галла называется. По мне, они очень сладкие. Майя считает, что личные рекомендации важнее любых документов. Да и о вкусе яблок покупатели спрашивают гораздо чаще, нежели требуют каких-либо разрешений и свидетельств. А между тем, на любом рынке на все фрукты и овощи должны быть бумаги с указанием страны, производителя и поставщика. Наверное, важно. А может или нет, не знаю точно. То есть, ну вы не задумываетесь. Я смотрю на вкус. Я знаю, что я и брала их, они очень вкусные. Эти яблоки, возможно, тоже были вкусными. Но назвать сорт владельцы так и не смогли, как и предъявить какие-либо бумаги. Во-первых, на коробках нет маркировки. Мы не можем определить страну происхождения, производителя, постыры. На складе не было никаких документов на эти яблоки. Сначала они показывали одни документы какие-то, непонятно, а потом другие. В операции по обнаружению наглых фруктов без документов и маркировок приняли участие представители Россельхознадзора, Пермской таможни и транспортной прокуратуры региона. За год на территории Прикамье проведено 29 осмотров помещений крупных торговых сетей. Были изъяты 6 тонн польских яблок и 300 килограммов бельгийских груш. Эта проверка дала самый масштабный результат. Более 7 тонн фруктов без документов. Было принято решение об изъятии данной продукции из торгового оборота в целях недопущения к реализации и приняты меры в этот же день по уничтожению. Коробки сбросили в яму, затем присыпали землей, после чего за дело взялся бульдозер. Что совершенно не свойственно для городской свалки, так это ярко выраженный запах свежих яблок. Но продукт запрещенный, так что только и остается вдыхать этот аромат. Для предпринимателя, на чьем складе обнаружили коробки, уничтожение продукции – основное наказание. Из расчета, к примеру, 70 рублей за 1 килограмм он потерял около полумиллиона. Лариса Стрельникова, Андрей Триллер, Александр Неверов. Весь теперь. Субтитры создавал DimaTorzok